Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши ученики. Спасибо, что даете актуальные вопросы. Хочу ответить на несколько вопросов. Вот вопрос пришел к нам. Как найти хорошую работу? Я оцениваю работу не просто как работу, я оцениваю работу как жизнь. Если вы анализируете, вы видите, что большее количество времени мы проводим на работе. 8 часов времени уходит на работу, или 9 часов, иногда 10 часов уходит на работу. Хотим, не хотим, это так, с 9 утра до 6 вечера вы на работе, если реально посмотреть. Несколько часов вы проводите с семьей, остальные идут на сон. Поэтому основной часть вашей жизни, она уходит на работу. Поэтому просто работать нельзя. Надо выбрать, не то, как выбрать хорошую работу. Я вам сказал, что выбирайте ту работу, в которой можете жить. И чтобы эта работа заполняла вашу жизнь именно то, что вы мечтаете. Пять вознаграждений должно давать вам ваша работа. Первое, эта работа должна вам давать умственные достижения. То есть, деля эту работу, вы должны стать умнее по сравнению, кто вы были вчера, или послевечера, или год назад. Не надо делать одну и та же работа, просто бумаги прикладывать с одной столь на другой столь и так далее. Поэтому первое ваше достижение, должно быть вашим умственным вознаграждением, то есть вы должны стать умнее, когда занимаетесь этой работой. Второе, ваше душевное вознаграждение, деля этой работы вы должны получать вдохновение, у вас должна быть больше энергии, деля этой работы вы должны жить. Эта работа должна стать для вас часть вашей жизни, она должна стать для вас именно стимулом вашей жизни, вдохновением, чтобы вы дома, когда идете на работу, вы пошли туда на работу с такой внутренним подъемом, чтобы сила была в течение дня. Третье, поэтому это второе, это душевное вознаграждение, то есть вы должны получать удовольствие от этой работы, удовольствовать это. Третье вознаграждение, которое вы должны получать, это должно быть духовное вознаграждение, вы должны чувствовать, вы должны чувствовать, что от этой работы, которую вы делите, вы получите благодарность. Поэтому вкладывайте максимум, вкладывайте полные силы, вкладывайте, делайте от чистого сердца, лишь бы, лишь бы работать не надо. Вкладывайте от чистого сердца максимум то, что можете делать. Почему? Потому что человек, когда получает вашу услугу или ваш продукт, он после того, когда получил, как он отзывает от вас, будет ли он благодарен вам или нет, от этого зависит ваш основной успех. Поэтому, этим я хочу сказать, что, например, глядя на пол, в который мы сейчас ходим, мы видим, кто помил этот пол. Глядя на посуду, мы поймем, кто работает в кухне. Глядя на бумаги, которые нам дадут в бухгалтере или офис-менеджер, мы сразу поймем, кто работает в том кабинете, профессиональный, не профессионал, или кто так работает. Поэтому ваша работа говорит за вас больше. Это ваше духовное вознаграждение. Вы должны получать духовное вознаграждение. И четвертое вознаграждение – это материальное вознаграждение. Работа, которую вы делаете, должна помочь вам быть состоятельной. Работа должна помогать вам хорошо жить. Но помните, что материальное вознаграждение – это самое последнее вознаграждение. Поэтому, самое первое вознаграждение, это умственное вознаграждение, вы должны получать умственное вознаграждение от того, что делаете, душевное вознаграждение от того, что делаете, вдохновение вы должны получать. Третье, духовное вознаграждение, вы должны делать то, что, можно сказать, вашу работу наполняет смыслом, четвертое, материальное вознаграждение. 5 вещь работа которую вы делаете должен помочь вам быть реализованным человеком жизни потому что работа занимает огромное количество вашей времени поэтому ваша жизнь уходит на это когда вы меняете как выбрать хорошую работу я вам сдам такой вопрос сдавать себе такой вопрос на что я готов потратить оставшие дни своей жизни на что я готов потратить 2 как я могу быть больше полезным этому миру вот это два вопроса отдает вам ответ на того какую работу выбрать поэтому задавайте этот вопрос неустанно до тех пор пока не поймете когда вы берете работу посмотрите что эта работа давал вам вот это 5 вещей которые я говорил работа должна помогать стал умнее построены кто вы были раньше она должна воду дела счастливыми вы даже получ Herr вдохновение третье вы должны получать духовное вознаграждение то есть это означает что вы должны что-то делать то что остается на веках у по ним поймите правильно стоит посмотреть все ученые посмотрите все учителя посмотреть все врачей посмотрите все инжинера архитектор и что то делаете то что после вас остается нельзя просто так прожить Это есть духовное вознаграждение. Сделайте так свою работу, чтобы люди, которые получают вашу услугу, были благодарны. Четвертое, материальное вознаграждение. Любая работа, которую хорошо делаете, это должно вам хорошо, помогает вам хорошо жить. Поэтому, если вы три года занимаетесь одной и та же дела и так далее, вы видите, что эта работа не кормит вас достаточно, не дает вам то качество жизни, которое вы хотите. Не надо этим заниматься. Тогда меняйте, вы же не дерево, меняйте свой взгляд, меняйте свои убеждения, меняйте свое место. Попробуйте искать себя в другом. И пятая вещь. Работа должна помогать вам быть реализованным человеком. Делайте все, чтобы быть реализованным человеком. В этом мире огромное количество людей уходит с этого мира, так и не понимая, к чему они были способны. Они так и не понимают, что их жизнь, она имеет начало и конца. Большинство людей уйдут от жизни, так и не понимают это, потому что им придется просто работать, чтобы кормить себя. Поэтому я рекомендую вам именно так выбрать себе работу. Я желаю вам успехов, чтобы ваша работа превращалась в жизни. Недавно мне задавали вопрос, однажды я выступал, это было в Алма-Ате, это когда было 15 лет нашей компании, я выступал в целый день, было очень много работы, и вечером еще было выступление. Мне задавали вопрос наставник, откуда вы берете столько энергии? Я сказал, я не работаю, я просто живу. Это то, что мне дает сила, это то, что меня наполнит энергией. Я живу этим, потому что это смысл моей жизни, поэтому не работайте. Хамфуция говорит, что если вы выбрали работу по душе, вам не надо будет дальше работать ни одного дня, оставшие дни своей жизни. Поэтому если ваша работа будет та работа, которая раскрывает ваш талант, раскрывает Богом дан новый талант, тогда вам не надо будет работать. Вот такой вопрос, как подготовиться к собеседованию, чтобы точно взяли на работу? Дорогие друзья, я никогда в жизни нигде не устроился на работу, но я провел, наверное, несколько сотни собеседований, может быть, 200, может быть, 500. Между этими 200-300 или 500 собеседований, это минимум, может быть, даже больше. За это время, вот что я хочу вам сказать, за это время, которое я провел огромное количество собеседований. У вас не должна быть цель просто устроиться на работу, у вас не должна быть просто цель пойти и устроиться на работу. У вас должна быть другая цель, найти работу, которая позволяет вам быть реализованным, найти работу, которая помогает вам быть реализованным. Поэтому прежде чем пойти куда-то устроиться, я бы рекомендовал вам хорошо изучать компанию, цели компании, миссии компании. Вы должны быть нужным человеком для компании, а не то, что просто важным. Вы должны стараться, чтобы быть нужным человеком для компании. Вы должны помогать эту компанию реализовать его миссии. Только тогда идите работать в эту компанию. Это первый показатель. Второй показатель. Изучайте его лидера. Выбирайте лидера. Лидер, который амбициозный, лидер, который харизматичный, лидер, который стремительный и так далее. Научит вас чему-то. И находя рядом с таким лидером, вы больше добьетесь. Умеет организовать работу. Например, иногда бывает, компания хороший продукт продает, но лидер от того, что слабый, в этой компании невозможно разваться. Потому что лидер слабый, у него нету дальновидности. Третья вещь. Изучайте отзывы компании. Изучайте какие-то отзывы, которые сама команда дает. Посмотрите, там разные команды же. Они же иногда бывают видео уроки дают, иногда видео отзывы дают. Сама команда пишет их, команда об этом и так далее. Все, посмотрите на это. Внимательно изучайте их, посмотрите на это. Как говорят, кто там работает, среда какой и так далее. Если там команда звезд, если там командный звезд, если там люди креативные, если там концентрация таланта, если там собрана куча хороших талантов, идите туда. Вот так. Теперь как готовиться? Это первое, как выбрать ту компанию, которая вам нужна. И четвертое, идите в ту компанию, в которой вы можете реализовать свои идеи, свой талант и одновременно продвигая миссию этой компании. Чтобы у вас был шанс больше добиться. Не надо просто пойти где-то устроиться на работу. Лучше правильно подберите. Выберите 20, 30 или 50 разных компаний. Выберите десятка, которые подходят к вам и к ним идите. И постарайтесь попасть там. Я бы, если пошел бы на наемный работник, а работал на зарплату, я пошел бы даже полгода-год работал на мизерные зарплаты. И даже бесплатно волонтером работал бы в нужной компании, чем платно работать в нужной компании. Потому что в нужной компании позволяют мне расти, карьеру строят, позволяют мне стать умнее, стать тем, кем я хочу. Это важнее для меня, чем просто ради денег работать. Это очень-очень важно. Вот это четыре пункта моего предложения. Сначала правильно выбрать компанию. Теперь, как подготовить себя к собеседованию? Когда вы изучаете все эти вещи, когда вы приходите в компанию, покажите себя, покажите себя, что вы способны что-то делать. Покажите себя. Я не доверяю этим резюме. Я очень много раз это читал, видел. Много людей, эти резюме, они фальшивые, они с интернета скачаны и так далее. Не будьте фальшивым человеком. Вы еще не успели, это порог зайти уже, пытайтесь обманывать работодателя. Как тогда можно доверять вам, как серьезного сотрудника, потом деньгами и так далее. Если вы еще не успели, дверь заходите, уже обманывайте. Поэтому никакие фальшивые, никакие обманы. Никакие. Поэтому у вас должна быть хорошая рекомендация, нужная в предыдущей вашей работе. Вы должны хорошую портфолио собрать, какие достижения сделали в предыдущей работе, результаты какие сделали. И кто могут это подтвердить. Вот в таком формате подойдите. Например, я работал в ту компанию, руководитель продажа. Нам удалось три раза поднимать продажу в полгода или в год. Например, я работал в маркетинг-моделе, с бестоимостью одного ледя снижал. И мне удалось, например, там пять раз увеличить поток клиентов. Или, например, я был менеджером по развитию, нам удалось разработать три новые продукции и так далее. Или я был региональным менеджером, нам удалось пять новых регионов. Говорите цифрами, говорите доказательствами, говорите правду. И обязательно, вот она, два-три контакта, которые могут подтвердить мои слова и то достижение, которое я там делал и так далее. Говорите об этом. Вот тогда это, потому что любой работодателю нужен сотрудник, который дает результат. Не просто сотрудник, который свое тело принес на работу, свое тело унес с работы. Не просто такой сотрудник, чтобы как фамилия есть нам на табеле, а результата нет. Такой сотрудник никому не нужен. Поэтому мы создаем команду. Работодатели хотят создать сильную команду. Поэтому вот будьте готовы стать человеком командный игрок. Будьте человеком профессионалом. Вы должны быть такой. И это первый момент. Покажите ваши достижения предыдущей компании. Покажите доказательства, которые есть, реальные факты, рекомендации, факты, кто мог подтвердить ваши слова и так далее. Третий. Говорите, что вы можете давать компанию. Что вы можете давать компанию. Как вы можете быть полезным и так далее. Вы должны либо улучшить систему в компании, вы должны либо увеличить прибыль в компании, вы должны либо принести какой-то новый продукт в компании, вы должны либо территорию, захват рынка увеличить в компании. Вы предлагаете, в чем вы можете улучшить компанию. Или в чем-то. Или четвертое. Вы предлагаете, в чем вы можете освободить время руководителя или в чем-то-нибудь. И так далее. Например, благодаря технологии, внедрению технологий, или в чем вы профессионали, и так далее. Вот так готовьте себя к собеседованию. Только тогда видно, что вы хотите работать в этой компании, вы можете что-то давать компании. Надо быть нужным человеком для компании, а не важным. И следующий важный момент, пятая вещь, предлагайте сразу руководителю, что я готов учиться. Если я что-то не умею делать, я готов учиться, покажите мне, я буду стараться и так далее. Вот так относитесь. И испытательный срок или время стажировки, выберите две недели, время для стажировки, которое дается, или там иногда дается для стажировки, две недели, иногда месяц, и так далее. Потом три месяца дается испытательный срок. За это время вы должны максимально показать себя, к чему вы способны. Просто покажите себя, к чему вы способны. Тогда обязательно ваша работа будет ценить, будут заметить и так далее. Если вы искренний человек, открытый человек, честный человек и вы всегда действуете в интересах компании. Мой совет. Всегда действуйте в интересах компании. Деньги компании тупо не надо тратить. Глупо расходовать деньги, имущество компании нельзя. Действуйте в интересах компании. Вот тогда вас точно берут на работу всегда. Я уверен в этом. Я желаю вам успехов. Пишите комментарии ваши мнения, если вы где-то работали по такой механизм, если устроились. Или после того, когда вы устроитесь на работу, тоже пишите комментарии. Я хочу увидеть, как вам удалось это делать. Как сделать так, чтобы сослуживцы приняли тебя в коллективе? Как сделать так, чтобы тебя в команду приняли, скажем, или в коллективе приняли и так далее? Это очень важный вопрос. Почему? Потому что из опыта знаешь, что если тебя не принимают в коллективе, даже если ты профессионал, очень сложно. Например, бывает такое, что это человек профессионал, но в команде не могут слиться. Или он не командный игрок и так далее. Тогда обязательно придется с ним расставаться. Мы так и делим. Честно скажу вам, мы так и делим не расстаемся с такими людьми, потому что мы понимаем, что бесполезно работать с теми человеком, которыми в команде. Потому что это очень большое затруднение создает и так далее. А компания это как командная работа. Это как организм человека. Видите, организм человека, если один орган перестанет работать или плохо функционирует, человек не может нормально работать и нормально жить, даже умрет. Если один почка не работает или там сердце или там, скажем, что-то. Один орган не работает, хотя другие органы все здоровы. Человек умирает. Компания похожа на организм, потому что это системная работа. Поэтому нужно, чтобы система работала. Чтобы система работала, все должно быть в гармонии, гармоничной. Поэтому вот такое. И что я тебе хочу сказать? Надо быть командным игроком. Что надо делать, чтобы коллектив вас принял? Чтобы коллектив принял вас, первое, что вы должны делать, постарайтесь всегда всем помогать. Просто в коллективе начните помогать. Не бойтесь. Некоторые люди будут вам говорить, ой, это же, они тебе каждый будут тебе загружать и так далее, и так далее. Нет, не переживайте. Я могу уверенно сказать, что если вы в коллективе, вы начинете постараться делать свою работу вовремя, делать свою работу хорошо. И потом немножко найти время, чтобы помогать другим, кто у вас, можно сказать, содействует с вашей работой. Например, кто-то же вам бумага делает, кто-то вам сырье дает, кому-то в любом бизнес-процессе для вас кто-то является из вашего коллектива поставщик, кто-то там, скажем, потребитель. И вы начните с тех, с кем вы часто содействуете, и начните им помогать. Начните им помогать. Делать свою работу хорошо, беспроблемно, спрашивайте у них, например, кто является потребителем вашего, то, что вы делаете. Вы бумага делали договор, вы отдаёте кому-то. Вы, например, отчёты делаете, даёте кому-то. Или сырьё поддаёте кому-то. Или продукт, даёте кому-то. Вот тот сотрудник спрашивает, как тебе было бы удобно, как было бы тебе легче, как бы они готовили это, чтобы тебе было очень проще и так далее. И посоветуйте с ним, пообщайтесь с ним, вот так. И подготовьте ему, чтобы он двойную работу не делал, дополнительную работу не делал, перепроизводство не было. Так делитесь с вашим потребителем, кто от вас получает эту бумагу или сырьё, или материал. А тот, который вам поставляет документы или информацию и так далее, вы ему тоже обращайтесь, говорите. Ты знаешь, мне было бы удобно, если бы вот так, вот так, вот так и так далее. Если не успеешь, давайте я помогу и так далее. Вы постарайтесь вовремя делать свою работу и помогать им обоих сторон. Могу уверенно сказать, что если вот такую философию вы держите и постарайтесь максимально быть полезными в компании, постарайтесь постоянно помогать членам команды, пройдёт всего лишь месяц или полтора или два, вы станете один из уважаемых человек в этом коллективе максимум за полгода. Это правда, это так, потому что наши жизни в любой команде любят творческого человека, умного человека, профессионала, креативного, ещё самого трудоголика, ещё самое главное, человек коммуникабельный, человек, который имеет общение, общительный, человек, который отношения строит. Что рушит вас? Что рушит ваше отношение к команде? Если вы постоянно обвиняете других, если вы постоянно оправдываетесь, если вы подводите команду, если вы начинаете, можно сказать, за каждую мелочь придираться на других, на место того, чтобы просто делать предложение. Вот так. Если вот такой фокус вы направьте, делите предложение, показывайте. Если вы умеете делать что-то лучше, говорите так, помогите, вот так. Тогда у вас будет хороший рост. Тогда люди видят, что вы командный игрок, они будут поддерживать вас, они будут помогать вас. И я могу уверенно сказать, что вы далеко пойдёте. Могу уверенно сказать, я в этом уверен. Почему? Потому что жизнь много раз через это прошёл. Очень-очень много раз я это всё проезжил и прошёл. Поэтому я желаю вам успехов, ребята. Пишите комментарии, как вы думаете, как у вас было, как вам удалось построить карьеру и так далее. При любом случае, при любом возможности вы должны показать себя. Ищите варианты показать себя. Найдите возможности показать себя. Вот что вы должны делать. Что вы умеете делать, делайте хорошо и покажите себя. Иначе как люди узнают, к чему вы способны. Поэтому, когда вы достигаете хорошей вещи, запомните, что рано или поздно люди начнут рекомендовать вас. Когда-нибудь люди начнут рекомендовать вас. Кто-то, возможно, уволится отсюда, уходит. Другому начальству рекомендует вас. А кто-то вашему начальнику рекомендует, что вот этот человек лучше делает. И все руководители всех хозяева бизнеса всегда замечают, кто хорошо делает, кто правильно делает. Вы не поддавайте с этим глупим мнением, что якобы если ты хорошо делаешь, тебе загружать больше, тебе якобы там того и так далее. Нет. Поверьте моим словам, все руководители, они не глупые. Рано или поздно не заметили и будут ценить вас. Если это руководитель не ценит, другой будет ценить. Ваша сущность должен быть человеком, который нужен для компании, полезен для команды. Вот тогда вы и просветаете. Я могу уверенно сказать об этом. Желаю вам успехов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!